МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте, в эфире новости. Студия Олеся Акинфиева и сегодня главная тема выпуска. В канун профессионального праздника глава поздравил врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей скорой помощи. Разговор о жизни и о самом важном. Ученики 9-й школы встретились с бойцом СВО и руководителем волонтерского движения «Своих не бросаем». Залог успеха в улыбке. Стоматологическая клиника «Доброго доктора» закупила новое оборудование для профессиональной чистки полости рта. Каждый день они спасают сотни жизней и всегда первыми оказываются там, где в них нуждаются больше всего. 28 апреля в России отмечают День работников скорой помощи. В преддверии этой даты врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей скорой помощи поздравил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Их работа – спасать людей. Сегодня на подстанцию скорой помощи фельдшеров и врачей пришли поздравить глава городского округа, депутаты и активисты партии «Единая Россия». Сергей Никитенко поблагодарил медиков за неоценимый вклад, который они вносят в обеспечение работы системы здравоохранения. «Мы прекрасно отдаём себе отчёт всю важность вашей службы. Службы скорой, медицинской помощи, ваш праздник, профессиональный день, конечно, прийти к вам и сказать вам слова благодарности. Не только, как я сказал, от себя, но, наверное, от всех наших жителей большого городского округа. Большое вам спасибо». За многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм в работе, почётные грамоты от главы городского округа награждён врач скорой медицинской помощи Валерий Лысов, а также четверо медиков награждены благодарственными письмами. «На скорой помощи я работаю в качестве врача 43 года, и до этого два года участия я работал фельдшером. Нет ничего более приятного чувства, когда ты понимаешь, что ты вытащил человека, что ты ему помогла. Это действительно ради этого стоит работать». Председатель Совета депутатов Михаил Шульга вручил благодарственные письма Совета депутатов городского округа Серпухов четырём специалистам. «Это действительно герои, это те люди, которые приезжают первые на помощь людям. Поэтому мне хочется пожелать, вот я смотрю на эту белую машину с красным перестом и синим маячком, чтобы она всегда вовремя приезжала. С огромным удовольствием поздравляю работников скорой помощи, с профессиональным праздником, желаем счастья, здоровья и успехов». За плодотворную работу и высокий профессионализм пять человек получили благодарственные письма местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». «Я хочу, во-первых, выразить огромную благодарность от лица всех сотрудников нашей скорой помощи за то внимание, которое нам уделяется со стороны главы города и Совета депутатов и партии «Единая Россия». «Очень приятно, когда нас посещают в день нашего празднования». Глава округа поговорил с сотрудниками и врачами подстанции скорой медицинской помощи. Здесь работают 22 бригады. За сутки поступают больше сотни вызовов. Требуется увеличение парковочных мест для того, чтобы медики могли оперативно выезжать на вызовы. «Сегодня мы с главой обсуждали тему очень злободневной. У нас мало места. Увеличился штат сотрудников и увеличился штат машин. И нам необходимо было расширение нашей территории, в чем нам с удовольствием помогает глава города Никитенко Сергей Николаевич». Несмотря на тяжелый график работы и колоссальную ответственность, медики любят свою работу. «Это, конечно же, экстрим. Это, конечно же, желание помочь людям. Желание проявить свое участие в судьбе людей. Оказать посильную помощь. Спасаем жизни. Тем самым мы даем людям радость». В свой профессиональный день, впрочем, как и во все праздники, бригады скорой помощи находятся на вызовах, спасая чьи-то жизни. В местном отделении партии «Единая Россия» состоялось награждение волонтеров и бойца СВО. Среди отмеченных благодарственными письмами и депутаты Гурсовета. На мероприятии присутствовали мои коллеги. Максим приехал в Серпухов в отпуск. Помимо гуманитарной помощи для сослуживцев от Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, в местном отделении партии «Единая Россия» ему вручили награду от Всероссийской полицейской ассоциации «Работайте, братья». Сейчас в наше время, когда ребята там находятся, вот у них даже нашивочки есть такие на шевронах, работаем брат. Сегодня вручили две такие награды Батогову Алексею Валерьевичу. Вот за его вклад он оказывает действительно большую колоссальную помощь и бронежилетами, и ездит туда на передовой, передает ребятам гуманитарную помощь. Ну и, конечно, наш боец, который сейчас находится в отпуске. Исполнительный секретарь Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» вручила благодарственные грамоты от имени председателя МОСУ Балдумы Игоря Брынцалова, депутатам Гурсовета Николаю Пушкину, Владимиру Загоруйко, члену общественной палаты Серпухова Мансуру Юсупову, предпринимателям Владимиру Новикову, Дарье и Сергею Апариным. Это награда именно тем людям, которые считают своим долгом помогать нашим ребятам на спецоперации, которые помогают госпиталям, раненым нашим бойцам, которые помогают семьям здесь, наших бойцов. Встреча закончилась чаепитием. Участники сделали общую фотографию на память. Ученики девятой школы встретились с бойцом СВО и руководителем волонтерского движения «Своих не бросаем». Ребята задавали гостям вопрос о спецоперации. Общение получилось насыщенным и интересным для ребят. Вопросы к участнику СВО у ребят разные. Как попал на передовую? Как отреагировали родные, когда отправился на спецоперацию? Бывает ли страшно? Как поднимает моральный дух и переносит разлуку с семьей? Сергей, который за ленточкой уже полтора года, отвечал искренне. Приятно, конечно, когда тебе задают эти вопросы, и ты на них отвечаешь. И вопросов у ребят очень много было. Я уволился с МЧС, и нужно было сходить и встать на учет. И вот я пришел вставать на учет, и вот встретил как раз военкома, с которым начал разговаривать на эту тему. И вот он мне задал вопрос, поедешь. Ну, я тут же сказал, что да. И мне тут же вручили поездку и поставили на учет. Марта Мироненко сама когда-то училась в девятой школе. После того, как супруг отправился в зону СВО, объединила вокруг себя единомышленников. Волонтеров из Серпухова, Пущино, Протвино и Подольска. Сама регулярно доставляет гуманитарный груз на передовую по херсонскому направлению. А сейчас ездит еще и в северном направлении, чтобы навещать супруга в госпитале. Важно помогать не только бойцам, но еще и животным. Наверное, вот Сергей тоже расскажет, что в каждом подразделении очень-очень много у них звоночков. Кто такие звоночки? Песики. Песики, правильно. Песики, песики. Они каждый себе в блиндаж берут собачку, кошечку. Кошек для чего берут? Собачки. Правильно. А собачки сигнализируют, когда летит дрон. Они начинают либо выть, либо лаять. Вопросы участнику СВО задавали и юноши, и девушки. У Татьяны Богоевой их было особенно много. Я узнала то, что те письма, которые мы им пишем, те поделки, которые мы им делаем, они действительно туда приводятся, они действительно отдаются бойцам. И я очень рада, что некоторые бойцы, по словам нашего гостя, даже расплакались от этого. Ведь действительно, я очень боялась, что это не доходит до них. Я боялась, что мы это делаем впустую. Если есть возможность, нужно делать добрые дела. Причем не только для бойцов СВО. И об этом тоже напомнили ребятам гости школы, которые о жизненных ценностях знают не понаслышке. Встреча получилась важной и значимой. Ребята под чутким руководством взрослых расписывали пасхальные пряники. В Едином центре поддержки участников СВО членов их семей для детей, мобилизованных, прошел творческий мастер-класс. Прежде чем приступить к делу, нужно как настоящему кондитеру подготовиться. Надеть фартук, чтобы не испачкаться, и шапочку на голову. Дина Хлопонина четко выполняла задания от шеф-повара. Мне понравилось то, что мы делали пряники. Я посмотрела шаблон и сделала похожее. Мне было трудно сначала раскрасить, все закрасить. Потом ко мне подошли и сказали, что там есть палочка. Я села палочку и размазала. Яркая глазурь и кондитерская посыпка помогли превратить обычные имбирные пряники в произведения искусства. Чем больше, тем вкуснее. Я решила сделать по-другому вето. Праздничное настроение детям создали кондитер Наталья Шуряева и волонтеры молодой гвардии «Единой России». Они подготовили для ребят интересную программу. Перед мастер-классом они устроили танцевальную разминку, а после юные кондитеры приступили к росписи и украшению пряников. Я уже принесла готовые прянички, обвела их контуром. Дети просто расписывали их глазурью по образцу. Я принесла также макетики-образец, по которому ребята расписываются. Уже кто-то не первый раз. И очень хорошо получается у многих. Сейчас в городе проходит акция «Пасхальный подарок герою». Вот тоже от моего ИП я хочу подарить вот такой подарок нашим героям. Лакомства ребята красиво упаковали в коробки. Перевязать ленточкой им помогли взрослые. Яркие пряники они подарят своим друзьям или украсят праздничный стол на Пасху. Следующий мастер-класс для детей участников СВО будет приурочен ко Дню Победы. Стоматологическая клиника Доброго Доктора закупила новое оборудование для профессиональной чистки полости рта. Этот аппарат самый современный и самый эффективный из тех, что сегодня представлены на рынке услуг. Его преимущества мы оценили на себе. Для профилактики заболеваний и сохранения здоровья полости рта на эту процедуру я прихожу раз в год и считаю себя большим молодцом. Сегодня профессиональную чистку зубов мне будут делать на новом оборудовании. Здравствуйте. Где же ваш чудо-аппарат? Вот. Я готова. Я буду красивая. Стоматологическая клиника Доброго Доктора оснащена самым современным оборудованием. Но самое главное, здесь врачи-профессионалы, которым лично я доверяю. На зубы мне первым делом наносят специальный индикатор, чтобы все тайное стало явным. Индикатор окрашивает зубные отложения в яркие цвета. И то, что не видно невооруженным глазом, становится очень даже заметным. Так стоматолог оценивает фронт работ и приступает. Через специальную насадку подается под давлением смесь, состоящая из воздуха, воды, причем теплой и абразивного порошка с очень-очень мелкими частичками. В этом преимущество нового аппарата, кстати. Знаю, что эта техника очень дорогостоящая. И позволить ее может далеко не каждая клиника, только та, что очень любит и ценит своих пациентов. Порошки не агрессивные, они более гладкие. Эритритол очень хорошо борется с кариесом, то есть это профилактика кариеса. Плюс борьба с биопленкой, потому что биопленка содержит очень большое количество, да, как бы не того, что нам бы хотелось. И мы ее снимаем не в такой грубой форме, потому что она все равно потом образуется. И частично она разрушает эритритол, помогает ее потом восстанавливать в нормальном эквиваленте, да, бактерий, больше положительных, чем нежели которые нам вредоносные. Отложения, зубной камень разрушаются и удаляются из ртовой полости мгновенно. Причем очень важно, что воздействие происходит как на отложения с рыхлой структурой, так и на пигментированные, которые часто встречаются у любителей кофе и у курильщиков. Эта история, если что, не про меня. Сегодня буквально пациент счистили с аналилиотом курильщика, да, но он сказал, говорит, такого, конечно, не было никогда, чтобы он, ну, полтора часа, конечно, это долго, потому что все равно аналилиот курильщик очень тяжело убирается. Он сказал, это самое лучшее, говорит, потому что я обычно, видишь, как на гильотину иду, но, говорит, сегодня прям вообще было это прям за бест. Профессиональная чистка зубов с новым аппаратом – это максимум комфорта, никаких болевых ощущений, кровоточивости десен. Я вообще забыла, что сижу в стоматологическом кресле. Релакс полный. Новое оборудование имеет множество преимуществ. Безопасность, эффективность, работает тихо. Врач может самостоятельно регулировать мощность струи, ее скорость. Аппараты предыдущего поколения не обладали такими функциями, так что можно подбирать тот или иной режим, ориентируясь на состояние зубов пациента и их особенности. Это актуально, если зубы имеют повышенную чувствительность или присутствуют те или иные проблемы с эмалием. Новая техника применительна и для профессиональной чистки зубов самых маленьких пациентов. Навести генеральную уборку можно и на слизистой, и на языке. Никаких даже микротравм. Этот греет воду, да, аппарат, профифлекс, который дает температуру около 35 градусов, который очень комфортно для пациентов. Красивые и здоровые зубы всегда залог привлекательной улыбки и хорошего самочувствия. Но для этого недостаточно только гигиенических процедур дома. Красота! Даже язык почистили. Максимальное удовольствие. В стоматологической клинике доброго доктора после чистки врач дает рекомендации по дальнейшему уходу с учетом особенностей ротовой полости пациента. Мне, например, указали на один недостаток, что я пренебрегаю зубной нитью. Все пациенты, которые ко мне садятся в кресло, я еще и обучаю гента, отбираю зубные щетки, подбираю монопучки, ершики. То есть я еще и стараюсь как-то обучить. Сначала с минимумом, потом двигаемся, там, с каждой чисткой еще добавляем, еще добавляем. Все зависит от того, как человек за собой постепенно потом учится правильно чистить и ухаживать за собой. Тут не столько зависит, допустим, там, как-то, там, человек за собой не ухаживает. Просто некоторые люди чистят зубы, но они просто не знают, что они чистят их неправильно. Но они уверены, что они их чистят. Но они не уверены, я знаю, что они на самом деле чистят. Я верю людям, что они чистят. Да, к сожалению, 90% всех пациентов неправильно чистят зубы. У многих людей имеются отдаленные, а зачастую совершенно ошибочные представления о безупречной чистке. Ни продолжительность чистки зубов, ни чистота выполнения процедур не имеет значения. Только качество чистки зубов – залог успеха. Записаться в стоматологическую клинику доброго доктора можно по телефону. Редкий день обходится без ДТП с участием грузовых машин. Одна из причин – водители устают и теряют бдительность из-за нарушения режима труда и отдыха. В целях повышения безопасности на дорогах сотрудники госавтоинспекции в весенне-летний период увеличили количество рейдов. В одном из них участвовала наша съемочная группа. Московское шоссе. Тяжелые фуры на больших скоростях проезжают буквально одна за другой. Здесь весенне-летний сезон количество грузовиков, перевозящих различные грузы, значительно возрастает. Из-за желания быстрее доехать до точки назначения, некоторые водители не останавливаются на отдых и порой даже засыпают за рулем. Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд и проверили, как во время продолжительной поездки соблюдается режим труда и отдыха. Эдуард Евгеньевич, режим труда и отдыха соблюдаете? По спечатку тахографа сможете сделать? Давно отдыхали? Примерно полтора часа отпустили. Данные на тахографе подтверждают сказанное водителем, который направляется из Тула в Нижний Новгород. Однако предостеречь от спешки не лишнее. Непосредственно в рейдинге в районе 95-й километра от пары 9 апреля имеется стоянка большегрузного транспорта, и вы сможете выключить границу. Сотрудники госавтоинспекции межмуниципального управления УВД России Серпуховская и 8-й батальон в этот день наличие тахографа, где учитывается километраж, количество времени, проведенного за рулем, проверили более чем у 10 водителей большегруза. Непосредственно проверяется показание устройств, фиксирующих работу, время труда и отдыха непосредственно, а также документы, путевая документация. Смотрится техническое состояние транспортных средств. Мы будем продолжать дальше работать, чтобы не допускать трагедии на нашу дорогу. Ряд нарушений в ходе рейда все же был выявлен. Нарушение небольшое, но все равно ветровое стекло разбито. В зоне работы с областями со стороны водительства мы видим на большая тречина. Нарушение основных положений, поэтому в случае складывается действие вот такое. В остальном документе мы все проверили. Лучше опоздать, чем не доехать. Водителям вручили памятки с правилами труда и отдыха. После четырехчасовой поездки нужно обязательно прерваться на отдых. Для этого на трассе М-2 предусмотрены парковки для большегрузов и легковых автомобилей. Одна из них на 94-м километре, бесплатная. Мы будем проводить данные рейды на постоянной основе и не только с большегрузным транспортом. Соблюдайте ПДД, будьте внимательны на дороге. В Московской области до конца лета будут усилены проверки водителей грузового транспорта. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Напоминаю, что вся актуальная и свежая информация есть и в наших социальных сетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»